Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» с 24 февраля по 1 марта 2020 года. Вторник, 25 февраля, день Иверской иконы Божией Матери. Радуйся, благая вратарница, двери райские, верным отверзающая. Поем мы в Акафисте Пресвятой Богородице перед одним из ее святых образов, глубоко почитаемой на Руси чудотворной Иверской иконой. Эта икона Божией Матери еще называется Вратарницей. Поскольку после чудесного обретения образа в Иверском монастыре на Афоне, его трижды поставляли в храме и трижды на следующий день находили этот образ над монастырскими вратами. Явившись во сне одному из насельников обители, Богородица объявила, что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их хранительницей. С тех пор икона прославилась многими чудесами. Четверг, 27 февраля, день памяти святого равноапостольного Кирилла, одного из двух учителей славянских, легендарных создателей славянской азбуки и письменности, кириллицы. Благодаря этому священное писание было переведено на наш родной язык и стало доступно пониманию всем славянским народам. Главный подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в том, что через свою проповедь они просветили все славянские народы, объединив их как братьев в одной православной вере. В городе Святогорске в настоящее время возводится надвратный храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия учителей славянских. 29 февраля, память преподобных отцов в подвиге просиявших. Это переходящее празднование в субботу в Сырной Седмице. В этот день вспоминаются святые, прославившиеся в посте и молитве. Святая Церковь приводит нам образцы поста, молитвы и покаяния. В Синоксаре Сырной Субботы говорится, что подобно тому, как вожди предополченным войскам, уже стоящим в строю, говорят о подвигах древних мужей и тем ободряют воинов, так и святые отцы, вступающим в пост, указывают на святых мужей, просиявших в посте, и научают, что пост состоит не только в отчуждении снедий, но и в обуздании языка, сердца и очей. Такое приготовление к посту Четвердесятницы есть древнее установление церкви. Тема прощения основная во всей последней неделе перед Великим постом. Всю седмицу христиане готовятся к воскресенью издавна в народе, нареченному прощенным. Рассматривая свою жизнь, каждый из нас выявляет старые обиды и старается примириться со всеми своими ближними. В этот день за Божественной Литургией мы слышим евангельское чтение, отрывок из Нагорной проповеди Спасителя. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Следите за новостями Свято-Успенской и Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok